Жуткая авария на трассе М7 перед Стригинским мостом. Больший груз затолкал паркетник под фуру. Удал был настолько силён, что эта вторая фура протаранила по инерции ещё и третью. Легковой автомобиль практически всмятку. У людей, находившихся там, шансов не было. Она влетела, я так, у меня самоводчик не придавил, видите? Она влетела и всё. Я ничего не видел, я в кабине остановился. А я не видел, когда даже кто и что влетел. Я только слышал такое, слышал сзади удар, я думаю, фура сначала за меня въехал. А потом-то, когда увидел, вышел. Вот тогда тут, да. Пробка только начала двигаться, я только приготовил задвигаться. Ладно, ногу с тормозов не убрал, я бы ногу с тормозов ещё и убрал. Я бы сейчас вот тут был, я бы с вами здесь не стоял, не разговаривал. Я тоже бы там был. Я же только остановился, я только вот остановился, буквально долю секунды остановился. И всё, и за мной влетел. Получается, коллега. Не оттормозился. Сколько в машине людей бы находилось? Да ну никто не знает, вы же видите, доставать надо. Сейчас одного видели, больше никто не знает. Говорили, что семья ехала, ребят, которые проезжали. Граждане дальнобойщики, так как вы не заметили машину-то? Там целая семья в машине. Я знаю, что. Что произошло? Ничего. Что произошло, то произошло. Кто за рулём был, вы или напарник? Какая разница? Как так получилось? Да никак. Никак. Пробка и всё. Что ещё? Ну без комментариев, мужики. Без комментариев. Ну три фуры. Ну понятное дело, три фуры. Давайте будем как-то без комментариев, пожалуйста. Ну как получилось? Все стоят. Ну вот так вот. Давайте без комментариев. Сейчас мы выясним все обстоятельства. После этого вам прокомментируем. Я только подъехал. Подождите, дайте мы разберёмся сложить ситуацию. Как разберёмся, мы вам всё прокомментируем. Кстати, по последней поступающей информации, в легковом автомобиле находились как минимум два человека. Операция пока по извлечению машины продолжается.